Здравствуйте, мои родные! Доброе утро, добрый вечер, добрый день! Рада вас видеть! Снова мы с вами встречаемся для того, чтобы извлечь очередной дар. Их уже не так много осталось из моего сундучка, дары и танца. Всех приветствую! Все, кто присоединяется, очень-очень рада вас видеть. Ну что ж, сегодняшний у нас дар с вами родился на соединении нашей седьмой чакры, самой высокой в нашем теле, сахасрара, ее красивое название, тысячелепестковый лотос, с вторым уровнем чакровой системы. Это уровень второй чакры, уровень свадхистаны, и энергия у этого уровня – вода. И вот это соединение воды и света для меня напомнило мне вот о такой красивой ассоциации блики света на воде. И если мы с вами сейчас вспомним все лунную дорожку, да, дорожку серебра, когда мы видим отражающуюся луну в воде, или солнечные лучи, например, заходящее солнце, да, красивая солнечная дорожка, закатная – это золото. Вот эти серебро, золото, вот эти бриллианты света, которые на воде мы можем увидеть, это, конечно же, очень многим напомнит об изобилии, о богатстве, о роскоши какой-то. И вот такой роскошный у нас сегодня с вами дар. Дар, вот он такой красивый, как капелька света на воде. Дар раскрытия изобилия. Хочется поговорить именно о нем. Вот именно соединение этих двух стихий – света и воды – это для меня ассоциация раскрытия изобилия. А название, на самом деле, более обширное – «Раскрытие изобилия через танец стихий». И, конечно, эта тема очень интересная и очень обширная. Её обсуждают, учат, преподают, передают в разных учениях, в разных стилях. Огромное количество книг, литературы, тренингов по раскрытию энергии изобилия существует. Но мне хочется поделиться, конечно, своим сегодня и именно танцем. Но прежде всего я хочу немножечко сформулировать, что вообще я вкладываю в понятие изобилия. Вообще вот это вот раскрытие изобилия. Потому что понятий может быть очень много, чтобы мы с вами сонастроились. Для меня изобилие – это образ мировоззрения. Прежде всего это мировоззрение, которое создаёт внутри меня определённую жизненную позицию, определённый жизненный взгляд на то, что у меня в моей жизни всегда было, есть и будет, в изобилии того, что мне нужно, в доставке того, что мне нужно. И существует бесконечное множество вариантов у Вселенной, у жизни, у окружающего меня пространства для того, чтобы реализовать мои желания, планы, мои надежды на эту жизнь. Вот такое незатейливое, простое определение изобилия. И вот подтверждение. Сразу дзынь, Вселенная подтвердила, что так оно и есть. То есть на самом деле всё действительно создаётся в нашем уме. И если в нашем уме существует вот такое мировоззрение, что всё будет, всё, что мне нужно, всё будет, это и есть изобилие. Почему? Потому что оно исключает то мировоззрение, которое как раз-таки препятствует приходу энергии, финансовых потоков в жизнь. То есть именно недостача, недостаток чего-либо. Когда у нас есть подсознание и страх, что нам всё время чего-то будет недоставать, и, соответственно, дальше изобилие исчезает. Так вот, мне хочется сегодня поговорить про то, что приводит к этому мировоззрению, что, собственно, включает все наши центры на жизнь в этом изобилии, на ощущение внутреннее изобилия. И это танец стихий. Почему мне хочется начать именно с танца? Потому что дело в том, что вот все эти знания теоретические, они доступны, они везде. Мы можем открыть Google, набрать там раскрытие изобилия, и нам выскочит сразу 10 шагов по раскрытию изобилия. Пожалуйста, вот, делайте без вопросов. Но очень часто эти знания остаются именно в теории, и у нас, собственно, само изобилие не включается или включается как-то очень медленно. Медленнее, чем нам хотелось бы. И когда мы начали парад танцовывать, когда именно танец четырёх стихий вошёл в мою жизнь на уровне постоянной практики, именно в этот момент вот эти знания, они вошли в моё тело, я их начала чувствовать, я начала чувствовать эти энергии, и они действительно начали работать соответствующим образом. То есть эти именно четыре стихии должны быть в балансе. Они должны танцевать в нашей жизни в балансе. И тогда происходит вот это вот раскрытие, раскрытие изобилия. Хочу просто вот коротко рассказать, что такое танец четырёх стихий, чтобы мы знали, от чего отталкиваться. Ну, танец четырёх стихий – это протанцовывание через движение, проживание наших основных четырёх стихий. Когда мы танцуем стихию «Земля», наш упор на движение ногами, на движение бёдрами, на движение нижней части тела – это всегда включает чувство заземлённости, чувство уверенности, базы, такое вот чувство связи с землёй, и, соответственно, даёт ощущение стабильности. Следующая стихия, которую обычно мы протанцовываем, – это стихия воды. И здесь включаются движения такие уже всем телом, плавные, текучие, какие-то такие чувственные, сексуальные, женственные, двигающие нас в пространстве. То есть мы начинаем двигаться, если земля – это, как правило, где-то на одном месте, с небольшим передвижением, то вода – это всегда движение, это всегда текучесть, это всегда поток. Следующая стихия, которую мы протанцовываем, это стихия огня, это движения, идущие из области солнечного сплетения, это резкие движения, это размах, это обязательно вращение, это обязательно какие-то… такой вот поток стремительный именно, мы носимся по залу, мы выбрасываем что-то из себя, мы каким-то образом освобождаем свое тело от чего-то, от чего нам нужно освободиться, это движение огня. И, соответственно, движение воздуха – это движение в самой верхней нашей кинесфере, есть такое понятие в танцевально-двигательной терапии, то есть движение где-то высоко. Это движение руками, это легкость, это обязательно полет, потому что это воздух, стихия воздуха. И да, это летучесть, это подвижность, это когда на носочках хочется летать, это балет, это обязательно какие-то красивые движения руками, и развивающиеся волосы, вот это вот всё. Самое важное здесь именно лёгкость и связь с сердцем, потому что это стихия нашей сердечной чакры, воздух, это движение, вырывающееся, движение эмоций наших из сердца, вырывающихся через руки, которые мы можем выразить, которые мы можем выблеснуть. И обогатить этот мир, и обогатить себя. Вот четыре уровня стихий. И когда вот эти теоретические знания об изобилии начали подтверждаться моментами протанцовки, именно укоренения всех этих стихий в теле, вот в этот момент произошёл такой дзынь, и все эти знания начали укладываться. Поэтому мне хочется сейчас как раз этим поделиться с вами и дать вам несколько практик для того, чтобы двигаться именно вот в этом направлении, если вы того хотите, конечно, раскрывать своё изобилие. И в теоретических знаниях о раскрытии изобилия мы слышим, что надо жить в потоке, надо быть открытой возможностям, надо быть в соединении со Вселенной. Да, это просто всё с большим знаком плюс и с восклицательным знаком ЕС. Да, это проживание жизни в проживании именно стихии воздуха. Когда мы открыты, мы открываем своё сердце всем возможностям. Да, очень часто у людей не сбываются желания, не сбываются планы, не происходит именно раскрытие мощных финансовых потоков, потому что есть большие сомнения, есть огромное количество там каких-то своих страхов. Люди не раскрываются этим возможностям. Они просто не верят, что, ну вот, чудо, оно может просто произойти. Да, и какие-то деньги могут просто прийти. Деньги — это легко. Работа — это легко и радостно. Вообще жизнь — это легко и радостно. Вот именно стихия воздуха даёт нам вот эти ощущения. Да, это всё супер. И действительно, очень часто многим из нас не достаёт именно вот этой стихии. Но если мы только на неё опираемся, если мы только в ней живём, то раскрытие изобилия чаще всего не происходит. В этом случае, если люди уходят очень далеко в стихию воздуха и совершенно отрываются от остальных стихий, как правило, это люди-мечтатели, да, люди-идеалисты, которые о чём-то мечтают, у них там громадьё планов, но при этом никакие планы не сбываются, и деньги не приходят, финансовый поток никуда не движется. Поэтому нам очень важно, чтобы дальше была у нас развита и проработана стихия огня. Да, мы как бы спускаемся вниз по нашим чакрам из стихии сердца, из сердечной чакры и стихии воздуха мы спускаемся на уровень нашей третьей чакры манипуры, то есть огонь. Что такое огонь? Страсть, воля, творческий поток, реализованный творческий поток. Вот тот самый творческий огонь, который создаёт все наши проекты, который двигает наши мечты к воплощению. И это наша мужская энергия в нашем существе, это наш Ян. Именно он призван продвигать, продвигать, реализовывать и воплощать всё, что мы там себе намечтали. Очень часто мы живём в этой стихии, вот если страсть захватила, если действительно есть вот этот поток, вот нашёл человек прямо себя, нашёл своё творчество, и он начинает работать, работать, работать на воплощение, и что может произойти, если несбалансированы остальные стихии? Выгорание. То есть просто вот нет совершенно уже никаких сил, даже и вроде было интересное занятие, но уже сейчас никаких абсолютных сил на то, чтобы его воплощать и работать, продолжать уже нет. Очень многие через это проходили. Да, слово соответствующее, выгорание, оно очень многим знакомо. Почему? Потому что обо нём обязательно нужно питание. Обязательно. Была такая даже тема ретрита, у меня питание для творческого огня. Потому что именно в этот момент мы балансируем вот эти вот стихии огня, стихии воздуха. Воздух обязательно нужен для огня, да, мечты обязательно нужны, но также для огня нужно топливо. И часто огонь нужно немножко так вот ограничить, потому что огонь сам себя сжигает. Так вот, дальше для чего нам нужна стихия воды, чтобы как раз-таки вот немножко ограничить вот этот огонь и дать питание. Как ни странно, в данном случае стихия воды – это питание. Питание нашей вот этой янской энергии, инской энергии. Вода, наша свадхистан, наша женственность. И неважно, о ком мы сейчас говорим, о мужчине или о женщине, для мужчины женственность – это в том, чтобы уметь остановиться и почувствовать, послушать своё тело в том числе. То есть вообще любовь к своему телу, к сенсорным ощущениям, к каким-то моментам питания себя, моментам отдыха, наслаждения простыми радостями – это та самая стихия, которая жизнью необходима для раскрытия изобилия. Чтобы нам было из чего создавать, нам обязательно нужно это питание. Поэтому нужны остановки, нужны обязательно ритуалы или какие-то свои традиции, нужны прогулки, нужны походы на выставке и в театр, нужно питание для творческой вот этой вот реки и для творческого огня, чтобы он не иссякнул. И эти все три стихии, конечно, дают большой такой вот запас жизненных сил для реализации. И, как правило, уже просто при раскрытии всех этих трех стихий люди расцветают, их бизнес расцветает, работа, творчество, проявление – все расцветает, все прекрасно. Но часто бывает, что все равно этого недостаточно для раскрытия изобилия, просто вот именно выхода за пределы каких-то своих ограничений. Очень часто мы упираемся в какой-то определенный потолок, потолок доходов, потолок возможностей, потолок идей даже, если мы оторваны от самой основной стихии – стихии земли. Что такое в данном случае, как проявляют стихии земли? Это удовлетворение наших базовых потребностей. Питание, жилище, объятие близких людей, поддержка близких людей. И очень важный момент – это поддержка рода. Именно она идет у нас от уровня земли. И поэтому часто в нашем роду мы несем какие-то программы, которые как раз-таки и ставят нам тот самый потолок, и ставят нам те самые ограничения, которые не дают раскрыться полностью нашему потоку изобилия. И здесь нам на помощь приходят различные техники работы с подсознанием, потому что все вот эти вот вещи, наши страхи, наши какие-то программы, блоки и установки, они находятся все-таки в основном в области подсознания. Да, мы можем кучу книг прочитать, мы можем кучу тренингов пройти, но если мы не заходим внутрь и не смотрим, а что там внутри, собственно, не дает вот этим теоретическим знаниям проявиться, почему я вроде бы знаю, что думать о том, что деньги – это плохо, будет ограничивать мой финансовый поток, но я с этим сделать ничего не могу, и деньги по-прежнему – это плохо, хотя я 25 раз там аффирмации каждое утро повторяю. И здесь действительно приходит на помощь арт-терапия. Вот почему я пошла в арт-терапию, почему я начала именно искать техники работы с подсознанием, работы с установками мозга, потому что я просто уперлась вот в эту стенку и увидела, как в неё же упираются все, кто вокруг меня. И действительно в арт-терапии происходят какие-то удивительные вещи, они совершенно необъяснимы и очень часто скептически воспринимаются не только теми, кто проходит через это, но даже и внутри арт-терапии очень часто могут быть какие-то сомнения, но они работают, потому что здесь идёт глубинная работа с подсознанием, глубинная работа с теми слоями стихии Земли, куда мы не можем даже просто посмотреть прямо сразу, нам нужно туда докопаться. И когда вот эти все стихии вместе соединяются и вместе начинают раскрываться, когда ты их ощущаешь, когда ты их прошёл, ты их прочувствовал, ты их прожил, происходит вот это вот именно раскрытие, именно реализация того, что мы, собственно, вообще хотим. И я хочу предложить на эту неделю вам три практики. Выбирайте любую, можете все три. Это первое самое, это посмотреть, какая стихия проседает у вас в жизни, где вы ещё не доразвились, скажем так. Может, вам не хватает лёгкости, а может, вам не хватает питания, а может, вам не хватает как раз-таки глубинной внутренней работы, а может быть, вам не хватает ещё пока вот этой страсти, вот может, вы ещё не нашли то, что вас действительно зажигает, чтобы выдать вот этому миру как раз-таки полный свой дар, потенциал и так далее. Вот просто посмотреть, а где может быть, всё развито прекрасно, но что-то где-то можно ещё подкрутить, потому что в какие-то моменты жизни мы иногда можем оторваться от той или иной стихии, и нам нужно напоминание. Кто-то отрывается от земли, кто-то забывает про себя, кто-то, наоборот, затухает, и никакого там творческого огня не возникает. Поэтому вот посмотрите, проанализируйте. Вторую практику, которую я хочу предложить, даже не то, что предложить, а вот привести как пример то, что я делаю, это у меня есть ежедневный утренний ритуал соединения с четырьмя стихиями. Я сначала хожу босыми ногами по земле, потом я прям готовлю себе воду, такую горячую, потому что сейчас-то холодно, сейчас-то по снегу или по льду приходится ходить, и погружаю стопы в воду. Это и огонь, потому что она горячая, это вода, это и вода, потому что это вода. И когда я хожу по земле, я дышу, я вдыхаю вот этот утренний морозный воздух, и буквально за реально это две-три минуты соединяются все сразу четыре стихии, они включаются, особенно если это делать осознанно, если соединяться с осознанной землей, соединяться со стихией воздуха, ощущать жар вот этот, ощущать воду, можно зажечь свечку и через неё соединиться со стихией огня, но это вот мгновенное такое включение всех четырёх стихий. И, конечно же, танец четырёх стихий, очень классная практика, выбрать для себя, сделать для себя плейлист из четырёх мелодий, каждая из которых у вас будет ассоциироваться с одной из стихий. Земля – это что-то, какие-то барабаны, вода – это что-то текучее, какие-нибудь струнные инструменты, пианино, ещё что-то такое, текучее именно, огонь – это всегда резкие какие-то движения, диско, какой-нибудь рок, ещё что-то, страсть. И воздух – это совсем что-то воздушное, флейка, какое-нибудь медитативное, что-то. И вот всё это вместе можно протанцевать в качестве такой утренней зарядки, соответственно, соединившись со всеми четырьмя стихиями. Это баланс и это путь к раскрытию вашего изобилия. Благодарю вас, что были со мной, огромное спасибо за ваше внимание и желаю вам раскрытия вашего изобилия, чудесного настроения и увидимся с вами через неделю. Обнимаю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!